Так, мы выехали в лес. Ну как в лес? Мы едем с запчастями в Кружанский район, где-то ближе к Кружанам. И заодно Игорь сказал, вывезет меня в лес по грибы, посмотрим есть грибы или нет. Сейчас мы на заправке заправляемся газом. Ну и заодно вам покажу, какие у нас цены на газ, топливо. Может кому интересно. Ну вот, надеюсь вам видно. 98 рубль 81, 95 рубль 68, 92 рубль 58, здесь топливо рубль 68, газ 89 копеек. Погода сегодня замечательная, жарко так, ветра нету, ни облачко. И заправки у нас классные построили. Здесь смотрю, даже можно шваброй окна помыть, машину наверное протереть. Вот, салфетки, все цивильно, красиво. Даже на самих этих заправках какие-то эти телевизоры стоят и по ним что-то там вещают. Ну я уже не смотрела, что там вещают. Ну видимо какая-то реклама идет. Ну так все цивильненько, красиво. Все, заправились и поедем. Ехать нам далеко, часа полтора от нас. Вот, ну если получится, потому что уже сколько сейчас, 4 часа, может потемнеет. Вчера клубнику сажала с фонариком, от телефона светила и сажала. Надеюсь получится. Какие домики колхозные, да? Колхозные швы? Нет. Красивые домики. Для колхозников наверное. Ну их потом наверное можно выкупить, да? Наверное. Наверное. Это колхоз, да? Ну закрыто. У нас то видно ров, здесь не видно шум. Красиво, осень. Солнышко светит. Тут меня спрашивают. Покажите, пожалуйста, ваши улицы возле домов. Мы не верим, что у вас везде чисто. Вот смотрите, я вам показываю. Сколько мы уже километров отъехали от нас? Километров 30. Здесь деревни. Вот сейчас я снимала домики. Лес. Видите, как чисто у нас. И дорога. Вот что, что. Дороги неплохие. Не знаю, как в других районах. Но вот Брест. Брестский район. Дороги хорошие. Аккуратненько, все чистенько. Вот. Приятно ехать. И машин немного. Брестский район. Дороги. Аккуратненько, все чистенько. Алмин滙 Pleaseit. Я добавил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдемся в 6 вечера, и я по грибам... Но уже хотя бы запах такой обалденный... Сейчас посмотрим... Так, мухоморы есть... А возле мухомора еще какое-то что-то непонятное... Так, в том лесу мы ничего не нашли... А сейчас, смотрите, такой молоденький лесок заехали... И я, видимо, нашла масляту... Вот первые мои два блинчика, говорю... Первые мои два грибчика... Сейчас Игорь ножик принесет... То, как говорит, то выкручивать, то вырезать... Ну, давай вырежем... Пушок, грибы есть... Так, это мы возле Шерчево... Грибы есть... А? Шерчево... Ну, мы в Шерчево ездили... Вот... Будем собирать... Уже на пиццу есть... Даже картошку можно пожарить с грибчиками... Ой, довольна... Ну, не зря выехали... Так, это, походу, зонтик... Его жарят в яйце... И он как отбенушка... Вроде так... Сейчас у Игоря спрошу... Опа... Ну, я уже выкручиваю... Потому что ножик... У него тупой, и он кромсает... Какой грибчик красивый... Красивый... Дома буду чистить... Там еще Игорь ходит... В руки собирает... Видите, как меня плохо видно... Уже 9 вечера... Супер... Воздух такой... Лесной... Тишина вообще обалдеть... И грибчиков набрали... Здесь... Сегодня понедельник... После выходных... И мы нашли грибы... Сейчас покажу корзинку... Сфоткаюсь с ней... Все... Так что... Кто хочет... Грибы даже в Бресте есть... Ну, как... Брестский район... Возле Пружан... Ну, в этой области можно ездить... Игорь подсказывает... Пружанский район... В Пружанском районе... Сейчас фотографируюсь с ними... И все... Мы едем домой... Уже вам ночью снимать не буду... Так что... Вот так... Сегодня охота у нас тихая... Удалась... Вот столько грибов... Я уже включила фонарик... С подсветкой... Ну, не знаю... Игорь кричит... Выброси этого гриба... Я не знаю... Что ты какую-то поганку собрала... Мне кажется... Что все-таки это зонтик... Ну, а остальное... Все маслята... Были еще похожие на маховички... Он тоже мне выбросил... Сказал... Не надо... Не рискуй... Не будем рисковать... Грибов... Достаточно... И пиццу... Сделать... И поджарить... Будет очень вкусно...